Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканал РЕН продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Смертельная опасность угрожает Анапе. На ликвидацию утечки хлора по тревоге были подняты все службы. Такой была легенда сегодняшних учений. Весточки родным и однополчанам. Накануне Дня Победы ветераны могут бесплатно отправить телеграммы. Молодые профессионалы, студенты Анапского сельхозтехникуму будут представлять Кубань на национальном чемпионате WorldSkills Russia. Памятный митинг, посвященный ликвидаторам самой крупной в истории человечества техногенной катастрофы в Чернобыле, прошел сегодня в сквере боевой славы. В этот день, ровно 30 лет назад, произошла трагедия, последствия которой еще не раз коснутся человека. К ликвидации только официально были привлечены 50 тысяч человек. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись 16 областей трех республик, где проживало 5 миллионов человек. И масштабы трагедии могли быть несоизмеримо больше. Из числа военнослужащих и гражданского персонала на различных этапах ликвидации аварии приняли участие более 500 анапчан. Сегодня в живых осталось 308 человек, из них 32 инвалиды разных групп. Мы гордимся теми, тем, кто сегодня защитил грудью своей. Действительно, они в мирное время проявили чудеса героизма и мужества, защитив нашу Родину. Ни от врага, ни от пуль, они не видели, кто в них стреляет. Стреляла лучевая болезнь. И от этих последствий, безусловно, погибло очень много наших жителей. Мы гордимся этими людьми. Благодарны от имени главы муниципального образования города Куратанапа Сергея Павловича Сергея. Я выражаю всем благодарность за вашу стойкость и героизм. И хотел бы сказать, что наше поколение, молодежь, должны помнить о мужестве наших анапчан, о наших земляках, гордиться ими. Но самое главное, друзья должны помнить все, чтобы никогда ужасы Чернобыля больше никогда не постигли нас. Никогда, чтобы не было на этой земле этой чумы, как радиация. По годовщину трагических событий на Чернобыльской атомной станции, аварийно-спасательное формирование и оперативные службы города-курорта отработали алгоритм взаимодействия при ликвидации последствий техногенной катастрофы. В учениях приняли участие более сотни человек, а также порядка 40 единиц техники. Учения начали с минуты молчания в память о ликвидаторах и жертвах аварии на Чернобыльской атомной станции. Как пояснили в штабе, главная задача, которая была поставлена сегодня – проверить готовность и технические возможности спасателей, медиков, военных и гражданских служб, а также их скоординированность. По легенде, на водозаборных очистных сооружениях произошла утечка хлора. Персонал надел средства защиты и начал ликвидацию аварии, а пожарные выставили водяную завесу на пути облака, опасного для здоровья газа. Медики оказывают экстренную помощь пострадавшим. По легенде, учений – это один из спасателей, а также сотрудника очистных сооружений, который упал, сломал ногу и надышался хлором. Всего на скорой помощи в резерве у нас 16 машин, которые мы можем привлечь для эвакуации пострадавших. Пострадавшие будут в средней тяжести и тяжелые эвакуироваться в городскую и в детскую больницу. На базе детской городской больницы 58 коек дополнительно могут быть развернуты к 150, то есть всего мы можем госпитализировать 200 детей. И на базе городской больницы мы дополнительно к 150 коекам терапии разворачиваем еще 70 коек дневного стационара, то есть 220 человек взрослого населения мы тоже можем госпитализировать. Недалеко в Низине поселок Уташ местное население оповестили, вывезли более сотни детей из школы, а 55 ребятишек из детского сада эвакуировали условно, чтобы лишний раз не тревожить. Люди готовы, в случае, не дай бог, такой ситуации, наш коллектив, наши соответствующие службы примут все меры и ликвидируют последствия вовремя. Вы сами увидели, что люди собраны, коллектив отработан, в целом я считаю оценка хорошо, разборы полетов будем проводить у себя здесь. В учениях приняли участие 117 медиков и спасателей, а также работники водоканала. Было задействовано порядка 40 машин различного назначения. Что касается технических возможностей, в ходе учений поступали рационализаторские предложители как от пожарных, так и от технических специалистов. То есть, все, конечно, предусмотреть невозможно, а с учетом погодных условий, с учетом человеческого фактора, с учетом времени года и времени суток, эти предложения были довольно интересны и которые мы будем вносить в планы действий. Последние штрихи. Машины зеленстроя проливают места выпадения гипотетического хлора. На всю операцию ушло около часа. У участников явно хорошее настроение. С одной стороны, уложились в достаточно жесткие временные рамки, а главное, что очередная тревога была учебной. Меня всегда носят. Чем живет самый отдаленный сельский округ в преддверии весенних праздников? Глава города-курорта Сергей Сергеев побывал сегодня в станице Благовещенской. В самом центре станицы у Дома культуры средоточие исторических артефактов. Отношение к ним бережное, и это правильно подчеркивает Сергеев. Здесь, во всяком случае, точно знают, кто такой Ленин. А это история Родины. Как оказалось, в Благовещенской пока нет казачьего класса, но желающий стать казачатами есть. Третий класс Людмилы Васильевны Сокол. Первые претенденты. Сергей взял на контроль вопрос создания казачьего класса. В этом Доме культуры уже многое изменилось, и по поручениям главы города, отстроенные санитарные комнаты и студии, в одной из них увлеченно готовятся к выступлению дошкалята. А как станица называется? Благовещенская. Ну, хорошая станица? Да. Анна Сергеевна Телегина заканчивает Институт культуры и с гордостью показывает свой новенький класс хореографии. Его по поручению Сергеева отстроили только в прошлом году. А вот ремонт в актовом зале еще впереди. Его реконструкция – вопрос времени. Глава города Сергей Сергеев отмечает, что у Дома культуры, живущего такой активной жизнью, пора установить многофункциональную спортивную площадку. Поставим за свои средства полтора миллиона долларов. Нет, поставим хорошую. Поставим хорошую, с освещением, все, чтобы запроектировать, чтобы весело мы играли, потому что она нужна для станицы. Обращают на себя внимание, как по-хозяйски и по-человечески тепло относятся благовещенцы и к братским воинским захоронениям. В центре станицы и на сельском кладбище. Над вечным покоем – идеальный порядок. Я же не говорил, что я поеду. Не говорил. Видишь, обкошено. Да. Значит, кто… Вон, слышно, косит. Ну, косит. Значит, кто-то аж занимается этими вопросами. Станица Благовещенская – курортная территория. Она активно развивается. Глава оценил, как реализуется инвестиционный проект строительства пансионата российских железных дорог «Ладога». При серьезной проблеме с водоснабжением в этих местах создатели нового пансионата вопрос с водой стараются решать, создавая резервные источники водоснабжения. И рассчитывают обеспечить круглогодичный отдых. Если вот таким планом будет застраиваться дальше, будет здесь и вода, и дорога. Сергей Сергеев обратил внимание главы сельского поселения на расширение кемпингов и пообещал еще побывать в Благовещенской к началу курортного сезона. Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны во всех почтовых отделениях Кубани могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Благодаря этому ветераны смогут связаться с однополчанами, друзьями и близкими из всех уголков страны. Льготы предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида ВОВ. Подробности предоставления услуги отправки бесплатных телеграмм можно узнать по телефону 8 800 100 800. Звонок из любого региона России бесплатный или на сайте, указанном на экране. И к другим новостям. Праздник весны и труда ожидается в Анапе интересным и насыщенным. Традиционная демонстрация, концерты на разный вкус. Первомайское настроение горожанам и гостям курорта обеспечено. Шествие трудовых коллективов предприятий и здравниц общественных организаций начнется в 10.00. Праздничные колонны пройдут по улицам Крымской и Астраханской на Театральную площадь. Сразу по окончанию шествия на Театральной площади состоится праздничный концерт «Анапская музыкальная весна» с участием лучших творческих коллективов и исполнителей. В 11.30 на сценической площадке «Ракушки» на улице Горького настроение жителям и гостям нашего города поднимет выступление Муниципального духового оркестра «Виртуоза Анапы». В полдень в городском театре пройдет праздничный концерт «Мы – будущее своей страны», на котором выступят творческие коллективы курорта. Программу мероприятий празднования 1 мая в Анапе вы можете найти на нашем сайте. На Кубани утвердили должность уполномоченного по правам фермеров, который будет подчиняться напрямую губернатору. Как отметил вице-губернатор по вопросам АПК Андрей Коробко, цитируя, «Эта должность предполагает решение широкого круга задач, в том числе это помощь в решении земельных проблем, контроль за справедливой кадастровой стоимостью участков, юридические консультации. Фермеры в структуре краевого АПК – это серьезная экономическая сила, и губернатор ставит перед нами задачу максимально их поддерживать», – пояснил Коробко. Должность уполномоченного по правам фермеров при губернаторе не будет закреплена за Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края. Учащиеся Анапского сельскохозяйственного колледжа будут представлять Краснодарский край на национальном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia, который пройдет в подмосковном Красногорске в конце мая текущего года. Сегодня их и других участников, которые заняли достаточно высокие места, как на краевом, так и на окружном уровне, поздравили в торжественной обстановке. Шестеро участников на краевом и окружном чемпионате рабочих профессий заняли места не ниже четвертого, поэтому в Анапском сельскохозяйственном техникуме, где они учатся, победителями объявили всех. Тем более, что команда участвовала впервые. На груди Елизаветы Зубарь и Андрея Осокина – золотые медали. Они лучшие молодые ландшафтные дизайнеры в Южном федеральном округе и будут представлять Краснодарский край и Анапу на общенациональном первенстве. У нас идеально получилась дорожка, водоем искусственный. Честно, нет. Неожиданно, что мы первое место заняли. Наставники говорят, что Узалина, которая специализируется на малярных и декоративных работах и заняла на краевом первенстве третье место, еще есть потенциал для роста. А каменщик Тимур отметил, что в полуфинале не вошел в тройку, потому что соперники были более опытными. Надеемся на следующий год, это уже первое место заняли. Заместитель главы города Людмила Мурашова поздравила всех участников первенства WorldSkills по поручению мэра Сергея Сергеева. Именно от вас сегодня, а я была на форуме, и мы смотрели ваши выставки, дизайны, кирпичную вашу кладку, скажу вот простым языком. Ну настолько действительно хорошо, а самое главное с любовью. Поэтому Сергей Павлович просил вам еще раз, скажу, передать большой привет, поздравления. И он выражает надежду на то, что вы будете не только достойными гражданами Анапы, но и достойными строителями этого города. Задача мирового движения WorldSkills, которая возникла в конце 40-х годов, повышение, с одной стороны, престижа рабочих профессий, а с другой – качество подготовки специалистов. Россия присоединилась к движению три года назад. При этом специалисты признают, что даже заявка на успех в подобных соревнованиях невозможна без современной учебной базы. Так выглядит своеобразная кузница ландшафтных дизайнеров-чемпионов. А эти станки для резки камня, по признанию тех, кто на них работает, даже лучше тех, что устанавливают на соревнованиях. Вот видите, свет спортический диагноз, получается, в этом все смоется. Да, и были. Нам еще многому, чему нужно именно стремиться и в кирпичной кладке, и в сухом строительстве, и в других компетенциях. Вот это все мероприятие, которое прошло сейчас в Краснодаре – это большая профориентационная работа. Многие дети, которые со школы приезжали и с восторгом смотрели на нашу площадку и спрашивали, а куда можно пойти этому всему научиться. Мы, конечно, отвечали. Первое – это Анапский сельхозтехникум. Это самая большая наша заслуга и победа. Директор отметил, что среди преподавателей сегодня немало недавних выпускников. Это при том, что проблему кадров в образовании специалисты считают едва ли не самой острой. При этом WorldSkills позволяет оценивать и, соответственно, повышать качество учебных программ, по которым занимаются не только участники соревнований. У отдельно взятого учащегося появляется возможность. Дальше все зависит уже от его желания. В Анапе вырастет семейное древо. Так называется конкурс, организованный городским управлением по делам семьи и детей в честь Международного дня семьи. Цель мероприятия – возрождение семейных традиций. Конкурс будет проводиться до 15 мая. Участником может стать любая анапская семья, воспитывающая несовершеннолетних детей. Подробности можно узнать, отправив запрос на электронный адрес, указанный на экране. Лучшие работы будут представлены на общегородской выставке «Семейное древо», а победители примут участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню семьи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин